Всем привет, с вами Марс. Сегодня я вам хочу показать очередную MMORPG под названием Карас. Это японская MMORPG, перекупленная русской конторой Никита. Или Никита. Это уже не важно. На выбор нам дают 7 персонажей. Каждая раса представляет по 2 персонажа. Только есть исключением, дворфы представляют только канонеры. То есть темные эльфы это чародейка и бродяга, то есть по-нашему разбойник. И простой дамагер. Людей представляет мечник и паладин. А простых эльфов представляет хил и лучник, ведунья и лучницы. Мы будем играть за воина мечника. Хочу вам побыстрее показать геймплей. Это будет в формате 10-минутное видео, чтобы вы посмотрели на игру и сами могли сказать, что она собой представляет. Минюо крайне убогое. На выбор нам дается всего лишь 3 варианта лица. Также 3 варианта прически. Нет, 4. Простите, ошибся, 4 варианта. Будем делать из него, как всегда, брутало. Ну, вот, как-то так. Назвем его. Перит. На каждом аккаунте может быть только 5 персонажей. Никаким путем расширить это список невозможно. Ну, вот, добро пожаловать в Карос. Подсказки управления персонажей, предметов, картой. И всякой такой хернёй. То есть вы используете все почти кнопки. Тут небольшое предисловие. Ну, тут и говорить не мапрошо. Просто... Есть большой мир. Все в этом мире между собой воюют за власть. Вот и все. Вот и весь рассказ о сюжете. Хотя бы ММО сюжет и не нужен. Вот тут вот такие значки бесполезные. То есть выбрать ближайшую цель. Это можно делать тик-табом. В обычной ММО-ПГ поднять трофеи. Тоже есть отведённая на это кнопка. И простые квесты. Почти с каждым персонажем, с каждым NPC, который захочет с вами говорить. Можно трогать. Ну, первые квесты. Убей пауков. Это очень увлекательно и весело. Ну, видите, баёвочка. Не лазерный шоу, но не скучные удары. Так, судя. Хорошо, нормально. Терпимо, по крайней мере. Ну, рассказывать про кач. Какой нудный во всех ММО-ПГ. Это не стоит. Думаю, любой, кто когда-либо запускал какую-либо ММО, знает о чём я. Так вот. Эти видео я выпускаю для того, чтобы вы могли посмотреть и оценить игру. Я, естественно, скажу своё мнение. Но, в первую очередь, это для вас. Вы сами её оцениваете и сами принимаете решение, стоит в неё играть или нет. Интерфейсы квеста довольно простые. Читать их всё необязательно. Можно просто кляшнуть на конец и взять их в задание. Способности. Способности покупаются, как в любых других корейских ММО. Корейских, японских, там, насрать, в общем-то. Так же, как в Волике, по-моему. В общем, делиться по сюжету нема смысла. Я докачался в этой игре до сорокового уровня. Единственное, наверное, чем отличается эта ММО от любых других, это система крафта. Крафт тут, правда, выдающийся. Тут можно скрафтить себе, во-первых, из руды доспехи. Ну, это, так, исключение из правила, в общем-то. Сейчас во многих это можно делать. Но крафтить себе всякие плюшечки, допустим, делать те же самые элики без профессии алхимика, добывать руду и делать, перерабатывать его в железо, вот сраный лагерь, который есть только в этом большом городе, это столица всех владений. И перерабатывать это на железо, и самому себе крафтить маунтов, которые в сложенном состоянии преображаются вам в наплечник. Сейчас я даже покажу некоего такого. Ну вот. Чувак на маунте на своем, на золотом тигре. А рядом с ним стоит лучница. Это вот этот наплечник синий, это ее маунт, который дает бонусы к защите. Также, чем прославился Карос, это система флетта доспехов и флетта оружия. Ну, то есть, почти все материалы можно купить на аукционе, то есть у старьевщика. Или добыть самому. Осколок флетта цветов, это добывается с помощью кирки на рудниках. Рецепт флетта цветов покупается, это тоже добывается кирочкой, своими руками. Концентрат флетты, это особое очко талантов. То есть, когда вы убиваете мобов, вам дается опыт, полоска сверху, и уровень флетты. То есть, когда он набирается, вам дается такое очко. Вы можете его использовать на улучшение, допустим, восстановление уровня жизни, или уровня маны вне боя, или преобразить в такую хрень и сделать себе маунтер. По графике, что можно сказать? Графика ничем особо не выражается, ничего особо технологичного и красивого тут нету вообще. Текстуры. Текстуры только хорошо подлатаны, ибо... Блин. Ибо за весь мой путь до 40-го левела я этим не страдал. Отдельное слово надо, конечно, сказать и про... ПВП. Ну уж простите, я забыл ключ от своего аккаунта. Ибо я играл несколько лет назад уже в неё. Вот что собой представляет Карас. Хотелось бы ещё добавить, что этой игре присущий мир БСа. То есть, это такие вот магазинчики, которые сейчас есть во всех ММО, просто... Просто во всех. Где персонаж создаёт свой магазин, такой маленький столик, и продаёт ненужный хлам. Также камни возврата. Это вам не Айон, конечно, это простой телепорт, который затемняет экран и переносит вас туда, куда вам нужно. В склады, как и во всех ММО, подходишь до персонажа, используешь личное хранилище и играешься. С инвентарём. Система улучшения. Всё улучшается камнями. То есть... Ой, какими нафиг камнями? Ёпта мать, простите меня, пожалуйста. Вся броня улучшается специальными свитками. К сожалению, меня сейчас с собой нет, чтобы показать вам. Но... Я думаю, кому интересно, посмотреть на сайте, как улучшать доспехи. Это использование свитка прямо на доспех. Правой кнопкой мыши и перенос сюда. Флетто-доспех. Он красится там, где я вам показывал у торговца. И одевается, как оптимальная броня для вашего класса и уровня персонажа. С каждым уровнем она стаёт сильнее. То есть, подтачивается под самого вашего персонажа. Квест. Идиотские и нудные. Например. Убей там херовую тучу мобов и добудь 30 замёрзших каких-то херей. Это ж так интересно. Пойди убей 10 гигантских Йети, которые тебя распедаливают. Или... Добудь каких-то 20 проклятых накидов. Интереса в этих квестах ноль. Подведу итоги, пожалуй. Больше тут рассказывать нет про шо. Игра, по моему мнению, тянет максимум на 6 из 10. Ибо... Игра донатская. На каждом углу нужно донатить. Отдельного магазина тут нет. Но на сайте, я оставлю под видео. Есть аукцион, без которого просто в этой игре жить нельзя. Абсолютно. Графика. Сами оцените. И скажите. Моё мнение говно. Геймплей. Боявочка довольно-таки неплохая. По крайней мере, терпима. Общая оценка этой игры 6 из 10. Всем спасибо за просмотр. Всем пока до новых видео.